Уважаемые участники Акселератора, очень рад вас приветствовать. 17.00 мы традиционно начинаем. У нас очередной семинар. Семинар сегодня на тему маркетинга и продвижения построения воронки и продаж. Я с удовольствием приглашаю на эту сцену одного из лучших преподавателей Казанского инновационного университета имени Виталия Генуловича Тимиресова, лучшего лектора России 22-го года, Гришину Наталью Валерьевну. Пожалуйста, Наталья Валерьевна. Тимур Владимирович, благодарю, чтобы меня было видно. Итак, мы сегодня с вами продолжаем и будем говорить о таких важных вещах, как продвинуть то, что вы придумали. Итак, здесь, в общем-то, ничего не изменилось в прошлых наших встреч. Для начала хотелось бы поговорить о том, как же соотносится маркетинг и продвижение. Как мы понимаем маркетинг? Что это такое? Это по-другому, скажем, борьба за кошелек и сердце покупателя. А каким образом соотносится это с продвижением? Это один из методов борьбы за кошелек и сердце покупателя. Один из инструментов. Напомню, мы с вами в прошлый раз говорили, что инструментов всего 4, 4P, и промоушен или продвижение – это один из этих инструментов. Напомню, как у садовника есть цель его работы – это красивый сад. И для того, чтобы добиться этого красивого сада, он использует свои инструменты, такие как грабли, лопаты, что-то еще. И также есть профессия маркетолога, и цель работы маркетолога – это кошелек и сердце покупателя. И также у маркетолога есть свои инструменты. Напомню, это продукт, это сам продукт, это прайс – цена, это плейс – место, и промоушен – собственно, то, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Если говорить в целом, то продвижение – это про то, как донести информацию о своем продукте до целевой аудитории и сделать это максимально эффективно. Целевые аудитории, как мы помним, могут быть разные. То есть мы можем хотеть донести свою информацию как до конечных потребителей и объяснить им, зачем мы им нужны. Мы можем хотеть донести информацию до инвесторов, мы можем хотеть донести информацию до посредников, до поставщиков и до, например, общественности. Каждая целевая аудитория, она разная по своей специфике. И нам нужно понимать, опять же, с какого ракурса нам нужно подсвечивать свой товар, чтобы нас поняла правильно именно наша целевая аудитория, те, на кого мы пытаемся донести свою информацию. Такой есть вопрос, что значимость вот этого общения, вот этой передачи информации между нами и нашей целевой аудиторией, она в последнее время снижается или, наоборот, увеличивается? Зал мне показывает, что увеличивается. А почему? Почему сейчас именно способность доносить информацию о себе стала гораздо важнее, чем это было раньше? Во-первых, потому что на рынке становится все больше товаров, и мы можем просто утонуть в этом огромном море всего, если мы не будем интересно и громко заявлять о себе. Далее, потребности потребителей становятся все более разнообразными. То есть, если раньше человек хотел просто шампунь, то сейчас нам нужен шампунь, например, для блондинки, крашеный, с кудрявыми волосами, с длинными волосами и так далее. И каждый потребитель хочет не просто шампунь, а именно под свои потребности. Мы не будем сейчас говорить о мужчинах, которые хотят шампунь все для всего. 152 в одну машину помыть и зубы почистить. И желательно, чтобы еще можно было коту налить, чтобы он тоже попил, и все у него было хорошо. Третья причина, почему коммуникации также становятся все более важными, это то, что увеличивается число форм и методов конкуренции. Раньше мы, когда конкурентов было мало, когда 2, 3, 4, то основная борьба происходила по цене. У меня дешевле, у меня покупают, потому что на выходе у нас были примерно однотипные товары, и потребитель был все равно. Сейчас же конкурировать ценой – это не очень хорошая история, и поэтому изыскиваются другие способы, как мы можем, скажем так, победить конкурента. Это и про имиджевые, и про бренд, и про черный пиар. То есть с ценой практически никак не пересекается. Хотя ценовая конкуренция тоже имеет место быть, но, как мы знаем, это не очень хорошо, потому что если вы ничего из себя не представляете, кроме как низкой цены, это плохо. Потому что вас покупают исключительно, потому что вы доступны. И как только вы перестанете иметь возможность держать низкую себестоимость и начнете повышать цену, а это настанет, то потребители от вас просто отвернутся. Они не будут вспоминать, что вот, я покупал дешевый кефир, и теперь я его продолжу. Нет. И вторая опасность – это то, что всегда появится кто-то, кто будет делать это дешевле, чем вы. То есть вы всегда получаете опасности, если вы используете только ценовую конкуренцию. Поэтому нам необходимо использовать все возможности коммуникаций, чтобы конкурировать хорошо. И последнее, почему, опять же, коммуникации сейчас очень важны и продвижения, это то, что совершенствуется среда сбора, хранения, обработки, передачи информации. Раньше в руках у маркетологов, по сути, было только, ну, скажем, телевидение, на которое, опять же, при трансляции рекламы мы не можем никак повлиять на потребителя. Можем только донести информацию. Радио, печатное и какие-нибудь листовки. А потом наружка подключилась и так далее. Сейчас чего только нет. Начиная от того, что мы можем хранить информацию о каждом потребителе за все время его присутствия в нашей жизни, ну, то есть буквально все. Если мы говорим про технологии Big Data, то, когда мы можем знать и анализировать, опять же, при помощи искусственного интеллекта, почему человек покупает, какая была погода в тот момент, когда он купил. То есть не просто база данных, как это было раньше, когда вот, например, Петров, он покупает раз в неделю, примерно по пятницам, примерно на 5000 рублей, и вот такой ассортимент. Это было раньше, это прошлый век. Сейчас мы знаем, какая была погода, плюс, что делал этот человек в интернете до этого, после этого, куда он перемещался, мимо чего он проходил, что он смотрел, что он смотрел дольше, что он смотрел меньше, чем он болел, какие услуги он заказывал, какую еду он заказывал, хотя мы, например, продаем мебель. Зачем нам эта информация? Потому что если все это вместе сложить и задать матмодель, то мы можем увидеть зависимость, что если, например, человек в пятницу с утра была такая-то погода и еще какие-нибудь 52 фактора сложились в одно, тогда к вечеру он захочет, например, пиццу. Если же какой-то фактор не сработал, то есть не появился в этой модели, то он захочет не пиццу, например, а пирожок. И получается, мы можем теперь не просто анализировать уже имеющиеся какие-то его потребности потребителя и предлагать что-то, а мы можем просто предвосхищать их. То есть мы знаем точно, что он захочет эту пиццу, и мы ее заранее немножко начинаем ему предлагать. Это выглядит так же, как если бы, например, вы, представьте, даете кому-то селедку соленую, и вы точно знаете, что через полчаса человек захочет пить. То есть вы уже, давая ему селедку, вы уже так водичку немножко придерживаете, да, и знаете, что будете продавать ее дорого. Вот здесь та же история. Это не просто охотишь воды, а у человека есть возможность отказаться, а ты точно знаешь, что он захочет. Как точно ты знаешь, что, например, там после работы человек хочет есть. Это те возможности, которые у нас есть. Да, есть ряд ограничений, вот технологических, например, да, то есть это должны быть такие сервера, размером, наверное, в небоскреб, чтобы всю эту информацию в одном месте можно было саккумулировать. Также этические проблемы. Насколько этично? Таким образом манипулировать потребителями. То есть если нас и сейчас обвиняют в манипуляциях воздействия света, цвета, звука, ощущений и так далее, мы сейчас это посмотрим, то если мы будем не просто манипулировать, а точно быть уверены в том, что человек это захочет, то есть это получается даже не манипуляция, а просто вести за руку. И насколько это этично, конечно, каждый решает за себя. Законодательства пока ограничивающие в этом нет, но оно, опять же, может появиться. Но, тем не менее, сейчас у нас есть возможность влиять на потребителя, есть возможность подстраивать. Вот не хочет он, например, не задержался его взгляд на этой рекламе. Мы можем ее тут же поменять, опять же, не ручками, а при помощи машин, при помощи технологий. И то, что сейчас есть у нас, оно открывает нам огромные возможности. И поэтому нужно их использовать и использовать для продвижения. Нужно понимать, что коммуникации или продвижение это всегда процесс двухсторонний. То есть мы воздействуем с одной стороны на нашу целевую аудиторию, мы доносим до нее информацию, а с другой стороны мы всегда получаем обратную связь. Другой разговор, что эта обратная связь может выглядеть по-разному. Это могут быть отзывы, это могут быть покупки, это могут быть рекламации, то есть недовольство наших потребителей по отношению к нам. А также, в принципе, может ничего не происходить. То есть, например, вы запустили какую-то рекламную кампанию, вы что-то сделали и не произошло ровным счетом ничего. И вы думаете, это же односторонний процесс. На самом деле нет. Это так же, как, представьте, скажем, вот молодой человек едет в автобусе и увидел симпатичную девушку и решил к ней подсесть, познакомиться. Посаживается, она достает наушники, втыкает их в уши, разворачивается к окну и все. То есть она ему ничего не ответила, она ему ничего не сказала. И вроде бы он акт коммуникации предпринял начало, но ответ он же не получил. Нет, он не получил вербальный ответ, но он же все понял, что либо он не нравится, либо он делает не то, либо, не знаю, нужно менять тактику, либо просто уйти в закат, например. В данном случае так же, если, например, вы запустили рекламную кампанию и ничего не произошло, мы делаем выводы, почему ничего не произошло. Что могло быть не так? Могло быть, не то показали, не в то время, не в том месте, не тем людям, недостаточно четко сформулировали ценностное предложение и потребитель просто не понял, а зачем вы ему нужны. То есть мы начинаем копаться, а что было не так? Строим гипотезы и по одной начинаем их применять. То есть может быть время не то, попробовали, ага, изменилось, пошли отзывы, или пошли заказы, или пошли обращения на сайт или что-то еще. То есть коммуникация всегда с двух сторон. Даже если ничего не происходит, это происходит. Далее вопрос. Какие факторы нужно учитывать, когда мы планируем программу? То есть когда мы хотим, от чего зависит, будет у нас, например, интернет плюс радио, плюс соцсети, плюс наружка, плюс печатное, или это будет что-то одно. От чего это зависит? Это зависит от четырех главных факторов. Первое – это размер целевого рынка. То есть если мы, например, хотим работать на небольшом, в таком достаточно локальном рынке, нам не нужен федеральный канал. Нам не нужно тратить на него деньги, нам достаточно обойтись, ну скажем, вообще штендером около входа нашего, например, того, что мы открываем, нашего заведения. Это будет достаточно, чтобы рассказать о себе. Не нужно тратить деньги на федеральный канал. Особенности целевого рынка. Если мы хотим работать с пенсионерами или со студентами, опять же, каналы продвижения будут также разные. То есть если у нас студенты – это, естественно, интернет и соцсети основное, если это пенсионеры, то, естественно, сеть будет другим. Вопрос каким? Но, опять же, это будет, конечно же, дороже, потому что пенсионеры смотрят в основном телевидение, а телевидение – это дорого. Дальше мы будем думать. Опять же, для стартапа выйти на федеральный канал – это практически нереально, потому что это колоссальные деньги. Но и не надо. А может быть, если, например, у кого-то из вас есть целевая аудитория старшего возраста, есть варианты, как это можно сделать, опять же, ну скажем, бюджетнее, чем телевидение. Следующий – это вид товара. Вид товара – это имеется в виду, что если мы продаем Феррари или если мы продаем авторучку, то те каналы продвижения, которые мы используем, они, безусловно, должны быть разные. Ну, например, если мы открываем какое-то кафе, достаточно, условно говорю, раздать листовки людям. То есть понятно, что эта листовка должна быть специфическая, чтобы ее не выкинули, то есть это уже отдельный разговор. Но, тем не менее, если мы просто рассказываем людям через листовки про то, что у нас открылось заведение, это может сработать. Если мы продаем Феррари, раздавать листовки с тем, что у нас новая модель Феррари, естественно, смысла никакого нет. То есть поэтому мы должны этим играть, в зависимости от того, какой товар у нас. Ну и, безусловно, последнее – это размер бюджета, сколько у нас есть денег. Мы можем быть бесконечно креативными, мы можем написать обалденный план по продвижению, но начальство скажет отлично, но у нас есть только 10 тысяч. И вот, ну, сделай что-нибудь из этого. Но проблема в том, что что-нибудь из этого не сработает, потому что обычно работают все инструменты продвижения в комплексе. То есть сначала вы, например, запускаете сайт, потом вы делаете коллаборацию с каким-то блогером, потом вы делаете оффлайн какое-то мероприятие, потом вы делаете что-то еще, потом что-то еще, и в конце года какая-то большая вечеринка. Но вот эти все этапы, они должны быть последовательны. И если вы что-то изнутри не делаете, то это все в целом не сработает. А вот на все в целиком вам нужно, например, 5 миллионов, а шеф говорит, у нас есть 10 тысяч. Давай ты вот шарики просто на входе поветишь. ноль. Это проблема. И поэтому, опять же, мы себя немножко останавливаем тем, что сколько денег мы можем получить и на что можем рассчитывать. Цели. Обычно говорят, что цель продвижения это продать. Нет. Такой цели нет. Потому что сама по себе продажа осуществляется либо только продавцом, либо вендинговым автоматом. Акт купли-продажи. Поэтому у продвижения есть три цели. Информировать, убеждать и напоминать. Более того, все эти три цели всегда присутствуют одновременно. То есть невозможно убеждать, не информируя, и невозможно напоминать, не убеждая. Но какая-то из этих целей выпячивается вперед в зависимости от того, какие перед нами стоят цели. То есть мы хотим, например, если мы новый товар, в нашем случае, мы никому неизвестны, нас никто не знает, мы, безусловно, начинаем с того, что мы хотим проинформировать о себе. То есть донести информацию, что мы такое, зачем мы такое, в какое время мы, сколько мы стоим и прочее. После того, как у нас уже узнают и начнутся какие-то первые покупки, мы уже будем убеждать потребителя. После того, как мы его убедили, ну, как, например, вот Кока-Колу, скажем, существует на рынке больше ста лет, но до сих пор тратит примерно 15% своей прибыли на рекламу. Казалось бы, зачем нужна Кока-Коле столько денег тратить на рекламу. А дело в том, что если мы этого делать не будем, нас забудут. Даже если сейчас знают все, даже если это один из самых дорогих брендов в мире, если он не будет напоминать о себе, это будут делать конкуренты. И, соответственно, нас вытеснят, нас забудут. Это будет не завтра, это будет даже не через год, но это очень здорово, будет бить по продажам прямо практически сразу. Поэтому даже если вы большая и крупная компания, цель напоминания она все равно присутствует. Но в нашем случае, безусловно, это будет в основном информирование. То есть то, что мы снимаем, то, что мы показываем, оно должно четко дать представление потребителю о том, кто мы такие, зачем, где нас можно купить и чем мы отличаемся от всех остальных. Далее. Инструменты продвижения. То есть при помощи чего мы можем заниматься продвижением. Они перечислены на слайдах. Поговорим про каждый поподробнее. Для начала, прежде чем конкретизировать каждый из них, напомню, что для того, чтобы быть эффективным, желательно, чтобы то, что мы демонстрируем, отвечало идеально, если бы каждым пяти пунктам. Первое. То, что вы демонстрируете людям, должно вызывать эмоции. Если эмоции не вызываются, никто не будет смотреть ни вашу рекламу и тем более не реагировать на ваши предложения. Пример эмоций и отсутствия. Что такое вообще эмоции? Какие бывают эмоции? Например, из положительных это какие? Радость. Я рада, что вы пришли. У меня эмоция положительная. А негативная вот в этом же контексте. Да, и то, что вы опоздали, мне тоже это не нравится. То есть это эмоция, но это пройдет, это быстро, да? И поэтому то, что мы показываем при продвижении, оно обязательно должно вызывать чувства. Если мы их не вызываем, как я уже сказала, то потребитель просто нас не запомнит, не выделит и смотреть вообще не будет. Да, вы верно сказали, что эмоции могут быть как положительные, так и отрицательные. И оба из них, оба варианта мы использовать можем. Не одновременно, конечно, хотя одновременно тоже в принципе можно попробовать. Но обычно что-то одно, либо отрицательное, либо положительное. Пример отрицательных эмоций можно потребителя напугать. Но единственное, что мы должны помнить, что есть такой закон в Российской Федерации о рекламе, который запрещает делать определенные вещи. То есть, когда мы планируем продвижение, мы должны с ним, безусловно, не то, что ознакомиться, мы должны с него и его прямо вот очень хорошо знать. Особенно учитывая новые изменения о требованиях к маркировке рекламы онлайн. Есть ограничения, но, тем не менее, негативные эмоции мы также можем использовать. Ну, например, показываем, то есть, опять же, эмоции показываем, допустим, если у нас что-то для детей, какое-нибудь мыло для детей, мы показываем песочницу, показываем ребенка, который ест песок, например. То есть, это ужас, это негативные эмоции. И потом показываем, что на самом деле каким-то образом он помыл руки и ест чистыми руками этот песок. То есть, ну, хотя бы не все, там что-то фу, облегчение, да, при помощи нашего продукта. Такое тоже возможно. Или, например, была очень хорошая реклама, сейчас ее, к сожалению, нет. Я подозреваю, что, опять же, в связи с тем, что немного изменилось законодательство, смысл рекламы был такой. Показывают белую фаянсовую раковину, то есть, во весь кадр показана просто раковина. Ну, просто вот, белый кусок фаянса и слив. И голос за кадром происходит и показывают такой кровавый плевок в раковину. Это игра на негативных эмоциях, отвращение. Зрители такие, фу, вообще, да, вот ты такой фу, а сам одним глазом смотришь. Ну, это свойство человека, да, то есть, фу-фу-фу, три раза пересмотрел. Вот это про это же, да, то есть, раз у нас эмоция была вызвана, неважно какая, положительная или отрицательная, мы будем досматривать. Так вот, мы так краем глаза смотрим, что там вообще такое показывает. И за кадром такой голос. Вы такое замечали у себя? Ты так думаешь, ну, да, было. Но опять же, кто-то может быть сильно давить на щетку, щеткой, а на зубы кто-то там, не знаю, какие-то еще проблемы может быть. Все замечали. И ты так, да, замечал. И тебе говорят, а ты знаешь, что это может быть началом там парадонтоза, чего-то еще? Ты так напрягся. Те говорят, не волнуйся, вот решение, вот наша зубная паста. Так, да, пойду, подумаю. Далее. На положительных эмоциях, конечно, играть лучше, потому что все-таки продвижение, оно в том числе формирует наш имидж, а имидж лучше привязывать к хорошему, чем к негативу. И поэтому положительные эмоции используются чаще. Мы дальше посмотрим, как это можно делать. Или давайте один пример еще. Мой любимый, опять же, например, стиральный порошок. Ну, что может быть скучнее, чем стиральный порошок? Как можно его вообще интересно прорекламировать и показать? Вот две ситуации. Первая ситуация. Показывают женщина, домохозяйка, к ней приходит какой-то странный мужчина, и говорит, чем вы стираете, что-то такое. Тут подбегают ее два ребенка, и они играли в футбол в белых брюках и белых майках. Ну, естественно, приходят все углазанные. И вот этот вот странный пришедший мужчина говорит, на, вот тебе вот этот порошок, все у тебя будет хорошо. Действительно, она стирает, и они потом опять белые играют в футбол. Это первый сюжет, первый рекламный ролик. Второй сюжет, когда показывают, как мама с дочкой готовятся к выпускному дочке. Они шили платье, они сначала выбирали ткань, потом они выбили, наоборот, сначала они выбирали фасон, потом они выбирали ткань, потом они это все шили, потом они все это сшили, прошло там несколько месяцев, вот завтра выпускной, а для девочки очень важно выпускной. То есть, опять же, почему у нас фигурирует домохозяйка и девочка, а не, например, сын? Потому что пацанам, в принципе, на выпускной, на одежду, в чем пойти на выпускной, ну, не очень важно. А что, в джинсах нельзя, что ли? А почему? Ну, тут такая история. Если мы говорим про какие-то понтовые школы, там по-другому немножко. Ну, так вот, показывают маму с дочкой сшили, отгладили, положили вот это платье на диван отпыхивать, пошли чай пить. И вот они приходят к кухне и видят, что на этом платье прекрасно возлежит их любимая домашняя собачка и ест курицу, которую она там где-то украла, или свою кость. Это тоже на негативные эмоции работает все. Так вот, дальше что происходит? Все хорошо, собачка выжила, платье постирано, выпускной состоялся. В чем здесь, в каком из двух вариантов у нас присутствуют эмоции, в котором не присутствуют? Безусловно, в первом эмоции ноль. Ну, бегают у тебя дети, в белом играют в футбол. Ну, мне от этого что? То есть, ну, а денег в черная проблема. А во втором случае, девочки, как я уже сказала, это важно, и поэтому каждая помнит, насколько трепетное вот это вот ожидание выпускного, и что если платье испорчено, это значит все. Это значит, что ты не будешь с Васечкой танцевать на выпускном, то есть, ну, все, мир упал, а выхода нет. И вот это вот напряжение, и вот этот вот негатив, он очень передается, то есть, его считывают, его понимают. И тут тебе дают решение, не бойся, все хорошо, да, то есть, сначала напрягся, потом выдохну. Вот это эмоциональные качельки, которые нам нужно использовать при любом продвижении. Второе, это содержать драму. Это когда эмоции выкручены на максимум, и желательно, чтобы драма, а драма, как мы знаем, это немного с негативным оттенком, что все серьезно, все плохо, мы все умрем. Это тоже очень хорошо привлекать внимание. Далее, должно быть понятно целевой аудитории. Имеется в виду говорить на одном языке. Я сейчас не про то, что если вы с татарами должны говорить по-татарски, а с русскими по-русски, это понятно. А здесь имеется в виду, что если вы говорите со студентами, вы должны с ними говорить не то чтобы на жаргоне, но понятными им конструкциями, понятными им фразами. Если вы попали внезапно в госсовет или в Верховный суд, то там тот способ построения диалога как со студентами, естественно, уже не работает. То есть вас посчитают странным, и наоборот, если вы такой вот как из какой-то государственной организации, приходите, пытаетесь разговаривать с студентами, они вас не понимают. Нам нужно, чтобы нас поняли. То же самое, понятная идея, понятная картинка. Если возвращаться к тому, что такое непонятная идея и непонятная картинка, посмотрите просто в любом поисковике, внесите запрос, допустим, азиатская реклама или японская реклама. Вот вы оцените в полной мере, что такое непонятно. Ну, опять же, понимая, на кого мы рассчитываем, мы для них и делаем, чтобы им было понятно. Следующее. Желательно, чтобы наш посыл, наш элемент продвижения содержал либо эротику, либо юмор, либо детей, либо животных. Не буду акцентировать внимание на том, что эротику и детей лучше не совмещать, как эротику и животных, потому что это статья. Но что-то по отдельности, а особенно первые два, это всегда выигрышно. Мы сейчас увидим примеры. Почему дети и животные? Дети имеется в виду, это пухлые младенцы, потому что это всегда привлекает внимание, это всегда уси-пуси. Единственное, опять же, есть ограничение в законодательстве, что мы не можем использовать младенцев для тех товаров, которые для них не предназначены. Ну, то есть, делать какую-нибудь красивую рекламу автомобиля с ребенком, не в кресле сидящем, да, например, мы хотим показать, что наш автомобиль очень легко управляется. И мы, например, вот просто, представьте, да, показывается полицейская съемка сверху, вот как в западных фильмах показывают, да, то есть, преследование преступника, то есть, мы видим, какая-то, например, красная машина на дикой скорости едет по шоссе, обруливает, по встречке еще желательно, да, обруливает всех машин, все машины, которые ей попадаются, мастерски дрифтует, паркуется там через, через какой адский дрифт, через вот той, да, вошла в роль, через вот такое вот, паркуется, например, там около какого-то заведения, дым из-под колес, со всех сторон подъезжают полицейские машины, окружают, там, выходите, открывают дверь, а там сидит младенец, например, да, и он приехал, ну, условно, там, в свой детский сад, вот, то есть, эта бы реклама зашла, так, прикольная картинка, интересно смотреть, это вообще как мини-фильм, но использовать мы это не можем, потому что детям нельзя за руль, но в других случаях мы детей использовать можем. Далее, животные, потому что, ну, есть такой тоже у актеров историю, если выпустить на сцену ребенка или животное, то все остальное, то, что происходит на сцене, никто смотреть не будет, свойства человека. И, безусловно, быть оригинальным, чтобы вас запомнили, быть непохожим на других. И из перечисленного, эротика, юмор, дети, животные, мы попытаемся подумать, что у нас здесь, на этом слайде присутствует. Здесь у нас идет реклама климат-контроля в автомобиле. И что мы здесь видим? Эмоции есть у нас здесь? Да. Здесь весело. То есть мы видим улыбающуюся, нам кажется, что она улыбается. Мы видим улыбающуюся собаку, значит, мы улыбаемся. Здесь показан перевертыш. То есть обычно с таким лицом собака едет в машине, когда жарко, и она высовывает свое лицо на улицу, и у нее брыли развиваются, уши развиваются, ей хорошо, потому что там свежо. А здесь ситуация наоборот. Она как будто бы с улицы залезает к нам, потому что у нас так свежо, и у нас так здорово. То есть здесь у нас есть юмор, и у нас здесь есть животные. Поэтому эта картинка внимание привлекает. Что мы видим здесь? Из перечисленного. Юмор. Что можно... Ну, то есть это смешно, да? То есть ха-ха смешно, и мы понимаем, что нож очень острый. Да, еще момент, да, что хорошая реклама, она тогда хорошая, когда ее не нужно пояснять. Если ее нужно пояснять, или какие-то подписи подписывают, реклама плохая сразу. Так вот, что нужно здесь добавить для того, чтобы здесь появилась драма? Отрезанную руку. Да, ну палец, например, вот тоже не морковка, а палец. Тогда это будет и эмоционально, и драматично одновременно. Но опять же, по закону нельзя. Что у нас здесь? Драма. Драма? Еще две вещи есть. Эротика и... Дети. Это не дети, это наглая подростковая сволочь. Дети – это пухлый младенец, это не пухлый младенец. Драма, эротика и... Ну вы же улыбаетесь, сидите. Ну юмор там. Что здесь происходит? Здесь показана работа спасателя, только такая себе работа. Спасатель вытащил утопающую из моря, из океана, неважно, и по сути должен ей делать вкусное дыхание для того, чтобы ее спасти. Но дело в том, что он очень хочет пепси, у пацана есть пепси. И они осуществляют обмен. То есть спасатель отдает ему свою спасательскую футболку для того, чтобы этот пацан мог сделать то, что он хочет. Но хочет он, как мы понимаем, не спасать эту женщину. И если мы видим на выражении лиц, посмотрим, как это все выглядит. Спасатель, он понимает, что это нехорошо и что это вообще стыдоба. Он оглядывается не смотрит ли кто-то за ним. Пацану уже все равно. Он уже готов. Вообще у него все замечательно. То есть здесь есть юмор, потому что ситуация смешная, дурацкая. Здесь есть эротика, потому что, ну, посмотрите на даму, посмотрите на мужчину, как они выглядят. Да, они с голым торсом, они натерты маслом, ну, типа мокрые, ну, мы понимаем. И здесь есть драма. А в чем, собственно, суть драмы? Что произойдет? Девушка так-так умрет. Она умрет. Да, то есть вот вам три элемента, которые привлекают внимание одновременно. Пепси молодец в данном виде. Здесь была серия принтов, ну, то есть если говорить об Акс, как дезодоранте, изначально который вышел, его коронная фишка – это как раз сочетание юмора и эротики. То есть это вот то, на чем они выехали, то, на чем они смогли завоевать рынок, отгрызть долю, очень большую долю рынка сначала мужских дезодорантов, хотя на нем присутствовало огромное количество конкурентов. И если бы, вот возвращаясь к нашей предыдущей теме, они шли с ними в лоб, там, с Ниви, с Жилетом, которому сто пятьсот лет, у них бы ничего не получилось. Они просто поменяли концепцию с ног на голову. Если обычно дезодоранты говорили, что пользуйся нами, и ты не будешь пахнуть, то Акс говорит наоборот, пользуйся нами, и ты будешь пахнуть. Ты будешь пахнуть так классно, что будут происходить определенные ситуации, связанные с эротикой, опять же. Так вот, что мы видим на этих двух принтах? Давайте берем левый с заправкой. У меня он левый. Что из перечислено мы здесь видим? Эмоции. Какие? Юмор есть? Да, однозначно. Драма есть? Машина старая. Драма. То есть что вообще происходит? Ситуация на заправке. У него клемма от аккумулятора, у нее пистолет с бензином. Что происходит между ними? Чувства. Чувства происходят, да? То есть химия между ними происходит. Смотри, видите, когда они друг на друга смотрят в глаза. То есть этот набрызганный женским, этот набрызганный мужским. Все, они вот как друг друга учувствовали, почувствовали, и все. То есть сейчас что будет? Вот буквально через долю секунды, когда мы отвернемся от этой картинки, что там произойдет? Ну, взрыв. Взрыв. Да, то есть их неминуемо друг к другу влечет, и они это сделают. Но в итоге все будет плохо, потому что драма. То есть мы не можем сопротивляться этому прекрасному аромату акса. То есть здесь есть юмор, ну, ситуация дурацкая, два дурачка, да, вроде бы. Здесь есть эротика, потому что мы чувствуем напряжение между ними. И есть драма, потому что, ну, они умрут, вообще будет взрыв, все плохо. Вторая картинка, возможно, менее, не, ну, хотя кому как, тоже драматично. Все те же самые элементы. Посмотрите, как это используется. Да, то есть все то же самое, но собачка не выживет. Ну, и ноги ее тоже не выживет. В общем, никто не выживет, на самом деле. Потому что мы не можем сопротивляться, он классный. Далее, здесь что мы видим? Эротика. Эротика и вы улыбаетесь, юмор. То есть, по сути, реклама кетчупа. Обычно, да, как его снимают, очень скучно, вот тебе там сосиска, вот тебе котлета, вот давай будем выдавливать, и сидит семья улыбается. Это одна история. А если мы хотим привлечь к себе внимание, мы показываем это вот таким образом. То есть, ну, понятно, да, где юмор, где эротика. Что у нас здесь? Это найки, форма. Здесь что есть? Вообще, что здесь происходит на принте? А почему мужик какой-то странный, странного цвета, который пробивает? Он железный. Нет? Нет. Железо другого цвета. Окаменел почти, да, то есть он начинает... А что происходит? Что здесь? Ну, в любом случае, он их пробьет. А если нет? Если он их пробивает, то что будет? Команда выиграет. Да, там, знаешь, чемпионат, он будет героем мира, его все будут любить, и он будет на всех обложках, он вообще будет легендой. А почему он такого цвета? Он почти памятник. Памятник, это легенда, это памятник. Если он не пробивает, что будет? Ну, все плохо. Да, то есть, ну, позор, плохой, вообще, там, мамина ненадежда и так далее. То есть, слоган, да, момент, который длится секунду, легенда живет вечно. То есть, мы чувствуем драматизм ситуации. Здесь нет юмора. Если бы мы хотели добавить юмор, например, они были бы в стрингах, ну, скажем, да, тогда это было бы еще плюс юмор. Ну, здесь как бы все прилично, все хорошо. Это значит, что здесь есть просто драма. Очень драматичный момент. Обратили внимание на цвет формы? На чью форму это похоже? Вот, цветовому решению. Зеленый, желтый. Бразилия. Круто пробить Бразилию? Круто. То есть, это прямо вот драма, драма. То есть, если здесь стоит Бразилия на пенальте, это значит, что это точно какой-то финал, и точно это какой-то очень, скажем, высокого уровня события, и сделать это, это очень здорово. То есть, ты прямо вот напрягаешься, когда ты это смотришь. Здесь, это, в принципе, можно использовать, это экстендер, то есть, когда у билборда делают что-то, выходящее за грани, это можно делать. То есть, мы понимаем, что внизу это не настоящие птицы, это куклы, но мы хотим донести информацию о том, что наша бритва, это сменная кассета к бритве, что наша бритва очень острая. В чем здесь посыл? Ну, сели, сели. Сели и все. Да, так, и все. Представляете, как это обращает на себя внимание на улице? То есть, вот обычный билборд, когда ты, ну, картинка, ну и ладно, прошел, проехал мимо. А здесь, когда ты точно на это смотришь, ты точно начинаешь, а что, да, потом улыбаешься, и потом, а, ну, понятно. То есть, ты это точно запомнил, ты еще это сфотографировал, ты это еще послал друзьям, бесплатное распространение контента. Здесь? Юмор, драма. Юмор, драма, да. То есть, юмор в том, что, ну, они прикольные и смешные, а драма в том, что мы прямо физически видим, то есть, это таблетки, конфетки от боли в горле. Мы прямо физически видим, как ему больно, он прямо вот весь перевязан. И получается, когда мы эту конфетку открываем, мы как бы освобождаем, вот прямо физически мы видим, как освобождается голос человека. А там еще и известные всяческие певцы, которые славятся своими хорошими голосами. Здесь у нас... Драма, дети. И... Юмор. Ну, не смешно? Нет? Им не удалось. То есть, здесь смысл в том, что у парня что-то все плохо. То есть, вы видите, человек накидывается. То есть, у него стоит три рюмки уже пустые, молочные. Третью он сейчас будет допивать. То есть, у него... Это вторая бутылка пошла уже, видимо. То есть, это значит все плохо вообще. То есть, имитация барной стойки. Мишка у нас бармен. Парню плохо. Почему? Потому что чупа-чуп скончились. То есть, это драма, юмор, дети. Здесь у нас что? Юмор, дети... Ротик, ну. Две. Трусы? Они эротичные? Серьезно? Нет. Нет. Что здесь есть? Юмор, дети и... На второго посмотрите, на лицо. Что вообще происходит на этой картинке? Достали, наверное, чьи-то трусы? Нет. А они как одеты? Близнецы. Близнецы. А одеты они как? Так, вот у них вот бабочка, это что значит? Бабочку в каком случае одевают на детей? Праздник. Праздник какой-то. Раз они вдвоем стоят, то... Это их подарки. Да. Вообще ни разу. А второй смотрит, думает, ну, понятно, я свой даже открывать не буду, а смысл? То есть это разочарование в подарке, это драма у нас здесь, да, разочарование, разочарование это драма. А рекламируется это сервис по подбору подарков. То есть чтобы такого не произошло, обращайтесь к нам. Это следующее направление, это в маркетинге также существует, просто чтобы мы понимали, что оно есть. Это социальная реклама, когда спонсором становятся какие-то крупные компании, то есть оплачивают съемки, оплачивают трансляцию. В данном случае, когда мы говорим о что-то, связанное с рулем, естественно, это автопроизводители. В данном случае, по-моему, это Альфа Ромео, если я ничего не путаю. То есть здесь компания, индийская компания у них была связана с тем, что не разговаривайте с рулем. Но в России так нельзя, у нас нельзя показывать кровь. Следующая серия принтов это реклама собачьего корма. Здесь юмор и животные, я не буду вас мучить. Смысл в том, что корм настолько вкусный, что все хотят быть собакой, чтобы их накормили этим кормом. Они прикидываются собакой. И на каждом принте у нас показано стереотипное поведение собаки. Она писает на колеса, она приносит газету, приносит палку и приносит поводок, чтобы пойти гулять. Юмор, да? Далее определение, что такое реклама. Это к тому, что это по закону о рекламе, опять же. Это значит, что если кто-то говорит, что вот он сам себя рекламирует, это некорректная фраза. Так не говорят. Потому что сам себя рекламировать невозможно, потому что реклама всегда через что-то опосредована и за деньги. То есть если я сама себя, это уже по-другому называется. Мы на этом останавливаться не будем, это просто какие бывают средства и виды рекламы. Их очень много, и все достаточно понятно написано. Если хочется больше примеров рекламных сообщений, можно перейти по этому QR-коду. Это моя группа, в которую я собираю всякие интересные креативные истории. То есть там очень много и по разным направлениям. И ретро-реклама отдельная, прям сборник. Различные фоточки накидываю. Также там есть книги, там есть про работу, на кому нужно. То есть все, что связано с маркетингом. Или если вам хочется что-то приятное полистать, и не знаете что, приходите. Далее. Это были примеры хороших видео-реклам. Настоятельно рекомендую, когда будет время, скопировать и посмотреть. К сожалению, у меня сейчас не будет этой возможности вам показать. Но это то, как нужно снимать видеорекламу. То есть это когда ты смотришь и ты пересматриваешь, ты еще копируешь себе куда-нибудь. Это высший пилотаж видео. Далее. Это опять же примеры, что можешь делать в социалке. Мы должны понимать, опять же, где вдохновляться, потому что такая вещь, как насмотренность, она сама по себе не происходит. Нужно видеть, как это делают другие. Более того, в каждой эпохе, в каждом периоде есть свои тренды на рекламу, в том числе. То есть если посмотреть, например, то, что было даже 10 лет назад, оно сегодня не работает, потому что люди живут быстрее. Ради интереса посмотрите видеорекламу, скажем, второго айфона и последнего. Там не то, что сюжет меняется, там суть одинаковая, но там меняется темп. То есть раньше все было медленнее, сейчас все динамичнее, все быстрее. Там показаны другие ситуации, а сейчас показано то, что отражает нашу жизнь. То есть это тоже нужно понимать. И смотреть, какие тренды в мире и что происходит, можно вот на этом сайте. Это фестиваль называется «Канские львы». Это как Оскар для рекламщиков. То есть это лучшее, лучшее, что есть в мире. Далее. Упаковка. Это тоже элемент продвижения. Когда, если вы делаете какой-то ваш стартап, и он связан с чем-то физическим, то упаковку необходимо тоже продумать. Если вы делаете сайт или приложение, то, по сути, упаковка тоже должна быть. Упаковка для сайта и приложения это то, как оно выглядит. То есть потому что первый раз я захожу на вашу страницу, я уже сразу для себя принимаю решение, я буду туда вообще вглубь идти. Я буду вообще тут копаться или я выйду. Мне не нравится. Что мне не нравится? Мне не нравится световое соотношение, мне не нравится расположение кнопок, мне вообще ничего не понятно. То есть об этом тоже нужно понимать. Это про функцию упаковки, я не буду на них останавливаться. Опять же, классную упаковку можно увидеть, опять же, у меня в группе. PR моей группы, прекрасно. Далее. Следующий инструмент продвижения это связь с общественностью. Или public relations, или PR. Три названия одного и того же. Да, PR лучше по-русски не писать. Так делают, но это не очень профессионально. То есть это какие-то наши активные действия для того, чтобы сформировать имидж. У нас по PR будет отдельная лекция, поэтому я на этом останавливаться не буду, просто обозначу, что в продвижении также, безусловно, присутствует PR, то есть создание репутации. Особенно это проблема, когда мы новенькие, когда нас еще никто не знает, а имидж и то, как к нам относятся, это основная стоимость в нашем бренде, в нашем капитале, по сути. То есть если мы, например, говорим про ту же самую Coca-Cola, ну вы, наверное, знаете, что есть некие рейтинги брендов. То есть какой бренд сколько стоит. Но это примерно как если бы вы хотели, например, купить бренд Apple, то есть прям купить прям себе, то сколько вы должны были его заплатить. Это никто не говорит о том, что его продают. Но оценку бренда делают. Есть рейтинги, как я уже сказала, сейчас, да, самый дорогой бренд – это Apple. Каждый год они меняются. Есть очень интересные залипательные видео, коротенькие, там, когда показано, какой бренд, когда выходил, и они вот такими вот столбиками меняются. То есть очень интересно смотреть под музычку, бодро на YouTube, по-моему, это есть. Вот. Если мы берем Coca-Cola, Coca-Cola была длительное время до того, как появился… Нет, он появился, он когда стал набирать обороты Apple, Coca-Cola была долгое время одним из самых дорогих брендов. Стоила она, я сейчас буду путать, но, например, порядка 30 миллиардов долларов, по-моему. И вот в этой сумме, как вы думаете, какая часть, какую часть занимает материальные активы? То есть то, что можно физически потрогать? Ну, большую, маленькую. 10 процентов. 2. То есть вот просто представить мозгом, да, то есть то, что реально, то, что можно продать, то, что там, не знаю, ликвид, не ликвид, вот оно есть, то, что реально можно вот, ну, условно, не заложить в ломбард, а то, что вот реально, это 2 процента от этой суммы. Все остальное – это имидж. То есть это то, что сделано искусственно, то, что сделано, по сути, маркетологами. Но за 100 лет, да, у Apple получилось быстрее. То есть сейчас все быстрее происходит, и закат происходит быстрее. Так вот, пиар мы создаем впечатление о себе. Без этого не получится. Если о нас, мы просто показываем свой продукт, как функционально, мы с вами про это говорили, и не даем ничего эмоционального, это тоже работать не будет. Характерные черты и задачи перечислила. Следующий инструмент – это стимулирование сбыта. Это так называемые всеми любимые акции. Но, естественно, здесь не только акции, здесь много есть чего другого. То есть отличие от рекламы в том, что стимулирование сбыта нам нужно для того, чтобы просто продать как можно больше прямо сейчас. Мы не делаем имидж стимулированием сбыта, мы не информируем стимулирование сбыта. Мы просто говорим, ребят, купите прямо сейчас три упаковки. И вот как мы можем это делать? Мы можем либо стимулировать покупателей самих, мы можем стимулировать посредников, мы можем стимулировать наш торговый персонал. Чем? Ценой? В натуральной форме или в активной форме? Предложения цены, они существуют всегда, они пользуются достаточно большой популярностью, потому что это максимально просто. Сделать скидку – это максимально просто. Предложения в натуральной форме чуть сложнее. Это раздача, например, каких-то дополнительных гарантий. Ну, например, по закону вы можете вернуть вещь в течение 14 дней, а вы даете доп. гарантию, например, в течение месяца или полутора. Или если вам не улыбнулись на кассе, что-то еще. То есть вы даете чего-то больше. Или, например, какой-то сервис, или что-то еще. Это сложнее скопировать, поэтому это используется реже, но это, опять же, требует дополнительных ресурсов. Третье. Сейчас это самое перспективное, потому что люди уже устали от скидов, причем скидки же у всех одинаковые. Что в магните, что в пятерочке, что где угодно. То есть скидки, ну, они везде. Дисконтные карты с бонусами, они везде. А хочется чего-то другого. И поэтому предложения в активной форме, они более уникальны и они более предпочтительны. Потому что мы заставляем человека чувствовать при помощи этих методов. Ну, например, мы можем проводить какой-то, ну, не знаю, конкурс. Нарисуйте рисунок нашего бренда и пришлите. Да, я сейчас условно говорю. Ну, Adidas в свое время делал конкурс детского рисунка, так как у них слоган «Невозможно и возможно», они объявили конкурс по всей стране, что нужно было нарисовать, что невозможно вам приходится делать. Вы делаете, да, то есть это невозможно, но вы справляетесь. Нарисовать это на любой бумаге, прислать им. И победители будут раньше в… Сейчас, по-моему, нет. Не видела всякого чего, где бываю, я не видела. Раньше у заведений, у ресторанов, у кафе, у общественных организаций на входе стояли такие стойки, и там были рекламные открытки. То есть это был такой способ продвижения. Они были очень красивые, просто люди подходили, брали. Такое я видела только в Питере в одном из ресторанов. Ну, это очень имиджевые рестораны, и вот они такое делают до сих пор. Ну, это прямо вот красиво. То есть ты берешь эту открытку, и она прямо вот интерьерная получается. Так вот, и победители этого конкурса публиковались, естественно, бесплатно на открытках и по всей стране распространялись. Там было написано, например, «Вася, Казань, 12 лет». То есть это мой Вася. Мой Вася нарисовал рисунок, и вот он теперь везде есть. То есть это вот про амбиции родителей, про их, не знаю, уверенность в себе, как, опять же, выполняющих роль родителей. Ну, тут, скорее всего, такая форма будет действована в каких-то крупных компаниях, которые уже заявили что-то о себе. Просто, на мой взгляд, мне кажется, не очень много людей участвует в таких конкурсах, как мне кажется. Ну, то есть если будет какой-то обычный магазин одежды, и не особо известный даже по всей России проводить, то никто там особо и участвует, то, наверное, не будет. Нет. Просто все это переносится онлайн. Вы, например, делаете свой, ну, условно, пусть будет паблик. Вы хотите расширить целевую аудиторию, чтобы к вам пришло. Вы говорите, не знаю, напишите самый любимый свой цвет, условно, делайте коммент, делайте репост. Это оно же. Просто другая форма. Это как раз самый дешевый способ набрать себе подписчиков в группу. Другой разговор, что когда это просто там сделай репост, это неинтересно, но это тоже движ. Это предложение в активной форме. Но если вы будете как-то задействовать креатив у людей, ну, то есть, ну, не знаю, там, спой песенку, напиши текст, нарисуй картинку. То есть что люди любят делать в интернете? Что? Они любят делиться с собой, они любят рассказывать про себя. Заставьте их про себя рассказать. Они получат удовольствие и еще, опять же, привлекут к вам. Это оно же. Просто оно по-другому выглядит. Но тут момент тоже напомню, с чего мы начали, что это всего лишь поддержка всего, что у вас есть. То есть просто на репостах вы не вывезете. То есть да, они сделали репост, вы сделали розыгрыш, все, дальше. Если вы ничего не предлагаете, если у вас неинтересный контент в паблике, то туда никто ходить не будет. Все наклюют и выйдут. То есть стимулирование сбыта – это всегда поддержка только, а не основное и не то, на чем основной упор делается. Так же, как скидки. Это не основное. Да, и плюсы-минусы. Прямой маркетинг. Это у нас про… Когда у нас между нами, как производителем и потребителем, нет промежуточных звеньев. Для стартапов, в принципе, это очень хорошая история, с одной стороны. Потому что вы не тратите свои ресурсы на то, чтобы уговаривать вот этих вот посредников. Посредники в виде, например, магазинов, в виде площадок больших, например, там, если вы как приложение выходите, вы должны как-то для скачивания где-то появиться. Вы можете давать прямые ссылки со своего сайта, а можете, например, захотеть зайти, там, не знаю, в Google Store, Apple Store, Google Play. Естественно, они будут брать комиссию, а если вы все представляете бесплатно, то это, опять же, вы упираетесь в деньги. Поэтому без посредников работать, в принципе, хорошо иногда. Цели и задачи перечислены. Суть в том, то есть, какими видами представлена эта личная продажа. Это самый дорогой вариант, когда мы непосредственно к каждому нашей представителю целевой аудитории мы лично приходим, показываем каталог, рассказываем, объясняем и все прочее. То есть это действительно очень дорого. В принципе, личную продажу можно делать в виде, например, совместить с презентацией. То есть вы приглашаете несколько людей и им рассказываете, смотрите, у нас есть приложение. Мы понимаем, что это дорого. И если вы рассчитываете на масштабность, то личная продажа – это не работает. То есть личная продажа – это когда что-то очень дорогое, рискованное, штучное, уникальное, тогда да, вы приходите, например, если вы придумали какое-то очень классное оборудование для завода. Вы приходите к директору завода и убеждаете его, тогда это работает. В случае, если вы что-то мелкое, и то, что должны скачать 100-500 человек, личная продажа не работает. Электронная торговля, я думаю, понимаем, о чем речь. Персональная презентация я сказала, то есть когда вы собираете людей и им лично рассказываете. То есть, опять же, прямой маркетинг – это без посредников. Телефонный, теле, интернет и рассылка каталогов до сих пор существует. Единственное, что она из материальных перешла в онлайн. Но с другой стороны, опять же, если мы работаем в премиум-сегменте, то рассылка каталогов, она тоже есть. Но каталог – это прямо такое что-то красивое, опять же, имиджевое для интерьера и для человека, когда ты сидишь, листаешь. То есть не все сейчас перешло в онлайн, потому что потрогать человек до сих пор что-то хочет. Следующий инструмент – это выставки-ярмарки. Здесь перечислены английские варианты, как это все называется. То есть в зависимости, опять же, от направленности и от целей, их могут называть по-разному. То есть, по сути, это когда мы показываем и рассказываем про свой товар в каком-то одном месте. В Казани это, понятно, какое-то, скажем, Казани-экспо, в Москве – Крокус. Есть международного уровня. Ну, например, какая самая крутая выставка, которую мы знаем? Вот самая большая, самая престижная, участвовать в ней, причем в ней участвуют не частные компании, а как страна целиком. И вот в рамках этой страны мы уже можем заявиться, как показать себя, скажем так. Дубай. Дубай-экспо. Волт-экспо, точнее, да? После раз было в Дубае. Волт-экспо. А ярмарка какая самая известная? Бухмессе в Германии. То есть это то, откуда идут все, опять же, что надо читать, какие тренды формируются, что они там им дают. Разница в том, что на ярмарках мы, по сути, у нас посетители только специалисты. То есть на ярмарку с книгами приезжают те, кто читают, издательства и авторы. А выставки – это кто угодно. На то же самое в Волт-экспо может прийти любой человек и просто поглазеть на павильоны, например, России, Соединенных Штатов или кого-то еще. А внутри павильонов уже показаны конкретные производители, что они там такое делают. Но все это под эгидой, под одной какой-то концепцией. То есть если, например, Россия хочет заявить о себе как инновационная страна, то на эту выставку будут приглашены участники, которые связаны с инновациями. То есть не все подряд. То есть это прям вот тоже, это такое событие, это прям шоу. Здесь про классификацию. Далее. Специфические технологии. Так, продвижение. Мой любимый product placement. Всеми любимый, наверное, всеми нелюбимый. Потому что когда его снимают плохо, он плохой. Когда снимают хорошо, он хороший. Это когда наш бренд встраивается в сюжет фильма, сериала или чего-то такого на видео. Еще, правда, placement может быть в литературе. Это когда, скажем, вы знаете, что условно Пелевин пишет новую книгу. Вы с ним выходите на связь. Правда, в случае с Пелевиным я не знаю как. Но, например, выходите. И договариваетесь о том, что какой-то кусочек сюжета будет крутиться вокруг вашего бренда. Ну, то есть он его вписывает в сценарий. Но Донцова так делает часто. То есть когда она прям прописывает, что вот герой пьет такой-то кофе. В видео то же самое. То есть когда мы видим любой бренд, вот вообще абсолютно любой, то есть казалось бы, ну, нормально, реальный. То есть если едет машина, мы видим ее шильдик. Если это проплачено, мы шильдик видим. Если это не проплачено, он будет заблюрен, и его просто вы не увидите. Если мы видим, что там, не знаю, мимо чего-то прошел наш герой, это тоже все относится к продакт-плейсменту. Разные цены работают следующим образом. Когда человек смотрит кино, хорошее кино, и когда вот этих вот напиханных брендов немного, он теряет... Ну, мы же смотрим кино, мы погружаемся в этот сюжет, и мы теряем рациональное восприятие, возможность рационального восприятия. То есть через мозг мы не думаем, мы в сюжете. И когда нам что-то показали, ну, например, что у Джеймса Бонда вот такие вот, скажем, не знаю, часы или телефон или что-то еще, мы считываем эту информацию и начинаем воспринимать эти часы как очень крутые. Мы к ним стремимся. Мы зарабатываем, и мы покупаем именно эти часы. Или он едет на каком-то автомобиле. Говорит, на чем Бонд ездил? На Автомарте он всегда ездил. А что-то вдруг потом случилось, и он как раз пересел на другое. А что случилось? Да, у Ауди. Ой, не у Ауди, у Автомарте. Там как раз, когда начали снимать новые серии, в Великобритании была проблема. То есть это дорогая супер-премиум марка. И были проблемы, они увольняли работников, закрывали заводы и так далее. А как происходит работа с этим брендом? Ну, например, я режиссер, я снимаю Джеймса Бонда, и мне нужно, например, 10 автомобилей для того, чтобы он там вот на одном автомобиле, он участвует в погоне, на втором автомобиле он едет на свидание, на третьем автомобиле он едет к королеве, и так далее, и так далее. Мне нужно 10 разных тачек. Но еще у меня есть дубли. Ну, то есть вот он ехал в погоню, в конце он должен был попасть в аварию, он ее попадает, но мы там плохо сняли. Мне нужна еще одна машина, точно такая же. То есть, получается, я как автопроизводитель должен предоставить, ну, например, где-то 20 дорогих автомобилей, для того, чтобы вот ездили именно на мне. Астон Мартин говорит, у меня нет денег. То ли Ауди, то ли БМВ, я сейчас не помню, говорит, у меня есть, давай. Так вот, когда мы видим фильм, там угнать за 60 секунд, то есть каждый бренд, это проплачено. И делать это нужно грамотно. То есть, если мы видим, что это напихано, как, например, в свое время в папиных дочках, когда каждая секунда практически завязана, и вот этот крупный фокус, и по 20 секунд эта камера стоит на этом пиковите или на чем-то еще, то, естественно, это раздражает и бесит. Когда снимают наши российские комедии, это тоже раздражает и бесит, когда это напихано. То есть это должно быть красиво, это должно быть элегантно, это должно быть редко. Ну, например, очень естественно. То есть, скажем, герой приходит к героине, и они собираются что-то выпить. И вот когда он берет бутылку, и он ее не сует вот так в камеру, он ее вот так немножечко поворачивает, и вообще даже не видно, что они пьют. А ты так шейку тянешь, а что он там ей наливает? То есть тебе интересно, и ты будешь смотреть, и ты будешь это запоминать. То есть, безусловно, это такая очень тонкая работа должна быть и режиссера, и операторов, и все должно быть прописано хорошо. Но, к сожалению, у нас пока хорошо снимать не могут. И к вопросу о том, стоит ли вам туда вписываться, то есть это дорого. Стоит ли туда вписываться, это большой вопрос. Потому что кроме вас там еще будет 100-500 других. Наш жадный. Партизанский маркетинг. Это когда у нас нет денег, это вот ваша история прямо вот для вас. Это когда денег нет, а хочется сделать креативно, а хочется, чтобы заработать. Поэтому мы его используем. Элементы. Это вирусный. То есть, опять же, имея сейчас интернет, мы можем делать это практически бесплатно. То есть, ваша задача – снять крутой, например, кусочек видео, крутой какой-то контент. В зависимости от того, насколько интересным будет то, что вы снимете, это будет вируситься. То есть, люди будут друг другу отправлять, отправлять, отправлять. Причем для вас это бесплатно. Выложить ролик на YouTube бесплатно. По сути, вы тратитесь только на съемку. А если подойти к этому креативно и грамотно, то и на съемку вы тоже можете практически потратить или ничего не потратить. То есть, например, снимает вас знакомый друг, снимается ваша жена или что-то еще. Но сделать это… То есть, должен быть сюжет. Его должно хотеться смотреть. Опять же, вспоминаем про нашу целевую аудиторию. Мы снимаем какой-то вирусный ролик и думаем, вот это вот наша Лисан, которая 32 года из Казани, ей понравится. Она будет это шерить или она не будет? Вот что? То есть, должен быть крутой контент. Дело не в посевах, дело не в таргете. Если само по себе видео классное, оно пойдет. Да, с небольшим пинком, но оно пойдет. Если же у вас очень много денег на продвижение, как через таргет и все прочее, но то, что вы показываете, никому неинтересно. Вы просто сольете бюджет. Да, сначала все прибегут, а потом – фу, неинтересно, дальше уйдут. То есть, это действительно делать можно. Ambient – это когда мы помещаем наш продукт в среду человека. Ну, например, делаем, окрашиваем лавки, то есть, делаем как будто бы это лавка. Это остановка, и мы ее… Она просто есть без нас, но мы ее оформляем таким образом, что это похоже, например, на наш диван. Или вообще диван ставим, как это делал в свое время Икеа. Это тоже работает, это привлекает внимание, но, естественно, нужно договариваться с городом, потому что город, муниципалитет владеет территорией, и просто так что-то куда-то наклеить нельзя. Тоже, да, предусхищая вопрос, вот эти вот через трафареты, когда рисуют, там, например, на асфальте, это вообще противозаконно. Да, то есть, другой разговор, что с этим могут не связываться, потому что штрафы небольшие, но вообще это нельзя делать. Нельзя красить дома, нельзя красить пол, муниципалитет, если это не ваше, в своей собственности, что хотите, делайте. Если у вас есть своя машина, вы можете ее хоть украсить вообще как угодно. Единственное, если она не мешает движению. То есть, если вы сделаете, например, на машине наклеите, опять же, голую женщину, то вас, скорее всего, развернут по двум причинам. Во-первых, это неэтично, а во-вторых, это мешает другим водителям ехать. Все остальное, все, что хотите. Дальше, нативная реклама. Нативная реклама – это когда реклама не воспринимается как реклама. Она воспринимается как мнение, как, ну, личное ощущение того, кто рассказывает. Обычно это блогеры, обычно это какие-то медийные люди. Единственное, другой разговор, что сейчас есть, как я уже сказала, новый закон о маркировке рекламы, когда любая проплаченная история должна прямо писаться. То есть, кроме всего прочего, да, вы должны указывать, что вот это сейчас реклама. То есть, по сути, любой пост, который мог быть нативным, он должен быть маркирован тем, что это реклама. Но другой разговор, когда, опять же, это в беседе происходит. То есть, человек говорит, вот я ездил там туда-то, мне очень понравилось такое-то кафе. Ну, то есть, вот мне там... Или, например, мы были с друзьями в кафе, там так круто. И люди спрашивают, а ты где был? Ты говоришь, а я был вот там-то. То есть, это уже как бы не подпадает под рекламу. На самом деле, особо никто не знает, что подпадает, что не подпадает. Есть разный юмор на эту тему. Но, тем не менее, нативное – это когда мы не понимаем, что это реклама. Мы считаем, что человек реально так думает. И хорошо сделать нативную рекламу тоже сложно. То есть, чтобы это прям... Потому что вроде идет сначала текст, 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 а потом ты прям явно видишь, что это блог, который был заказан. Это плохая нативная реклама. Ну, то есть сейчас нативная реклама, можно сказать, что пересекается с сарафаном радио. Сарафанное радио, оно может быть еще и устное. Слухи. Сарафанное радио – это слухи. Вот я там был, там круто. Ты можешь нанять 50 студентов и просить их поговорить, например, в автобусе. Вот они в автобусе едут, и друг с другом разговаривают. Слушай, такое приложение клевое. Да, я не буду озвучивать. Вот то-то-то-то-то-то. Люди вокруг слушают, да, то есть это же не воспринимается как реклама, воспринимается как слух. Но тем не менее, опять же, а что, люди начинают гуглить, сами идти, сами делать. Так вот, нативно, если, опять же, мы делаем через блогеров, то нужно понять, как это можно обыграть. Опять же, чтобы, может быть, вопросы задавали. Если это будет в комментариях, то это же уже не реклама получается, да? То есть я, например, рассказываю, как я ездила в Турцию, там что-то что-то рассказываю, рассказываю. Это же не рекламный пост, это же просто моя история. А в комментариях уже начинается, например, кто-то, кто-то, да, опять же, подсадной задает вопрос, а где ты там ела? Я говорю, а вот в этом кафе. А это кафе мне, например, проплатило. Тогда это может сейчас как-то сработать. Но я думаю, это тоже как-то найдут, как это можно запретить, например. Да, сарафаны радио – это слухи. Эпатажный маркетинг в России с ним не очень хорошо. Опять же, так как общество достаточно традиционное и достаточно, ну, скажем, ортодоксальных взглядов. Ну, это, например, устроить стриптиз на центральной пешеходной улице, когда, например, не знаю, раздеть 10 человек и написать у них на груди наш бренд нарисовать и отправить их бегать. То есть просто это проходит в течение трех минут. Люди в шоке, люди снимают на телефоны, везде наш бренд, люди это обсуждают, естественно, с негативной коннотацией, возможно. Но они обсуждают, да, то есть мы уже сделали какой-то шаг, а нас говорят, а дальше мы уже придем и будем про себя рассказывать. Но, безусловно, если мы делаем что-то для детей, для здоровья, для чего-то, такую вещь лучше не делать. Life placement – это когда мы размещаем наш продукт условно в жизнь потребителя. Ну, например, у меня прямо сейчас для вас есть пример, но если я его озвучу, вы, опять же, обидитесь, когда мы с вами потом поговорим. Ну, например, у меня есть какое-то приложение. Сейчас я подумаю, для чего оно у меня есть. Например, для... С собаками, прекрасно, моя жизнь связана с собаками. Хорошо, приложение для выгула. Что значит life placement? Вы думаете, где вот эти люди, которые выгуливают собак, тусят? Ну, например, мы можем тусить в ветеринарке. В ветеринарке часто бывает очередь. Вы приходите в ветеринарку с какой-нибудь собачешкой. Она вообще не нуждается в лечении, вы просто к ней туда приходите. Вы с ней садитесь и начинаете вдвоем, и начинаете друг с другом разговаривать. Слушай, а ты вот вообще, когда ты как уезжаешь... Громко, да? А ты как, когда уезжаешь вообще, что происходит? А я отдаю вот на передержку, например, или куда-то. А что-то как нашел? Слушай, а вот приложение есть. А людям в очередь сделать нечего. Они начинают, а что это приложение? А что, хорошо? Да, пользовался хорошо. Все, охватываем сколько у нас ветеринаров, например, там, 15 ветеринаров в городе. Ходим туда в час пик. Узнаем, когда час пик, например, с 6 вечера до 8 немножко там периодически сидим. Да, то есть меняем собачек, меняем одежду. Вот это вот оно. Самое первое, наверное, лайф-плейсмент. Не первое, а так, чтобы он был зафиксирован практически документально. Это когда производитель виски, сейчас я вспомню, кто, Дюарс, хотел продавать виски, а его никто не покупал. И он что сделал? Он ходил, он нанимал студентов, они ходили по барам и требовали этот виски. Они приходили к бармену, говорили, дай нам Дюарс. Естественно, они говорили, кто это вообще, что это, у нас этого нет. И они устраивали скандалы. Они дрались, они били мебель и так далее. То есть, естественно, за зарплату определенно. И чтобы этого избежать, бармены или управляющие заказывали, связывались сами с этим производителем и заказывали у него. То есть это работает так, это до сих пор работает. И, опять же, достаточно недорого. Примеры можно также видеть там. Событийный маркетинг или ивент-маркетинг – это когда мы проводим какие-то мероприятия. В вашем случае, наверное, это пока рано, потому что это прям дорого. Если мы продолжаем нашу историю с приложением для собак, то мы должны устроить, например, какую-то выставку собак или какой-то форум ветеринаров или что-то еще. То есть мы причем формируем полностью события, мы придумываем сценарий, мы придумываем место, мы все снимаем, мы приглашаем спикеров, платим им деньги, заказываем кейтеринг. Вот это все – это про ивенты. Свадьба – это ивент, если вот так говорить. То есть что такое событие, что такое ивент-маркетинг. То есть свадьба – это тоже ивент. Если мы говорим про продвижение, то это любое то, что может про нас создать какое-то впечатление или рассказать про нас. Задачи и примеры. То есть так называемый самый такой громкий пример, наверное, давайте перечислим. Корпоративный – это когда вечеринки. Некоторые даже устраиваются на работу куда-то, потому что корпоративы проходят, например, не знаю, всех сотрудников собирают и везут бесплатно в Турцию. И вот ради этих корпоративов люди работают в этой конторе. Зачем это нужно? Это сближение людей. И чтобы люди не увольнялись, чтобы они хорошо работали, это тоже событийный маркетинг. Также это может быть торговый маркетинг. Это некие события, которые делаются для дилеров, для клиентов. Форумы, например, фармкомпания какая-нибудь, я делаю таблетки или я делаю какое-то оборудование, я собираю врачей и рассказываю. Вот смотрите, медицинские какие-то выкладки, смотрите, анализ, какие мы крутые, вы должны этим пользоваться. Здесь не должны, но как бы смотрите, мы вообще впереди планеты всей. И особое событие, это, ну, например, раньше это был фестиваль, Старый Мельник спонсировал, как он назывался, рок-фестиваль, забыла, неважно. Рок-фестиваль, который полностью спонсировался Старым Мельником. То есть туда приходили люди, там брендировано было все, этих артистов, естественно, нанимал и оплачивал все сам Старый Мельник, или какие-то билеты там были копеечные, чтобы просто что-то покрыть. Там было продумано все, сколько туалетов должно быть, какие люди за кем идут, какая сувенирка. То есть ты приходишь, и тебя окружает вот этот вот Старый Мельник, как бы это страшно ни звучало. Или, например, сейчас такие истории происходят в клубах. Ну, например, вечеринка Рэдбула. Или Рэдбул, кроме вечеринок, может проводить вот тот самый знаменитый конкурс летательных аппаратов, когда из подручных средств собирается что-то, то, что может полететь, делается помост около воды какой-нибудь озера, и разгоняется вот этот вот пепелац, и чем дальше он упадет в реку, тем ты больше молодец. И чей аппарат упал дальше, тот и выигрывает. Естественно, это очень смешно, это очень драйвово. Представьте, люди там собирают вручную вот эту вот ерунду, Рэдбул окрыляет. То есть это про то, что даже вот такая вот ерунда при помощи Рэдбула, она будет летать. То есть там все брендировано, там есть зона отдыха, это все происходит несколько дней, это проходит в нескольких странах. Ну, например, вот в России прошло, там выиграл вот этот товарищ, вот эта команда в Германии, вот эта команда, потом мы все вместе собираемся на европейском турнире. То есть это прям вот такой вот движ. Это про события. Далее. Перформанс-маркетинг. Это не то, что можно подумать про представление или что-то еще. Это когда мы точно знаем, за что мы платим. Ну, например, не просто сделайте мне рекламу, снимите мне ролик, а когда мы будем оплачивать, исходя из результатов, которые мы поставили. Инструменты здесь перечислены. Ну, например, скажем, что у нас может быть? Допустим, контекстная реклама. Или, давайте, чтобы проще, ну, пусть будет таргет. Когда, например, я не просто говорю, там, дорогой блогер, размести у себя свой пост, и все. А я говорю, что если от тебя с твоим кодом придут ко мне столько-то человек, я буду тебе платить столько-то. Или за каждого обратившегося от себя ко мне, да, то есть я каждому блогеру, как, например, магазин или как приложение могу давать коды. Каждому блогеру, понимаете, да, кому каждому вы можете давать код. И каждый код уникальный. То есть я знаю, что вот по этому коду пришли от Иванова, поэтому от Петрова, поэтому от Сидорова. И я говорю Петрову, что если ты, там, например, за каждый код я тебе плачу, пришедшего ко мне клиента от тебя я тебе плачу например 10 рублей он заинтересован в том чтобы привлечь как можно будет он уже этим заморачивается далее сенсорный вашем случае если приложение это достаточно сложно это когда мы продаем что-то реальное когда мы задействуем все органы чувств которые есть человеку то есть не только визуальное восприятие но еще и через уши через обоняние через тактильность через различные ощущения причем это все очень здорово повышает продажи повышает лояльность клиентов то есть как выглядит наш товар как он пахнет как у нас пахнет в магазине насколько у нас все красиво то есть давать удовольствие всем органам чувств не только визуалу например то есть нас должно быть прям вот удобно хотелось понюхать хотелось трогать хотелось все все прочие вещи с нами делать но обычно это опять же когда есть какое-то место куда мы можем привлечь своего покупателя диджитал или цифровой часто к диджитал приравнивают интернет но диджитал шире чем интернет то есть интернет маркетинг входит диджитал потому что то есть цифра все что связано с цифровыми носителями но также например диджитал входят билборды которые на улицах стоят электронные а то есть сейчас же у нас в крупных городах во всяком случае винил заменили на цифру то есть там это и быстрее и удобнее и можно например ну представьте билборд его сдавали обычно на месяц но лучшем случае на две недели потому что нужно напечатать на этом огромном да и причем это же тираж их там например 5 или там 2 нужно привести рабочих которые старые снимут старые наклеют новые это долго и достаточно недешево сейчас это просто ну условно большие телевизоры большой телевизор я могу на два часа например разместить рекламу пожалуйста некоторых есть так и на час могу на час мы конечно не дают на день дают то есть на день я могу разместить рекламу в том случае мне это надо но если например у меня чуть-чуть не хватает продажи билетов меня какой-то форум мне не хватает чуть-чуть до до того объема который я хотела мне нужно на неделю нужно на день это прям очень удобно вот приложение игры на телефонах это тоже все digital push уведомления тоже где жду относится далее теперь про так называемую воронка продаж что вообще за такой зверь еще в двадцать четвертом году была сформулирована так называемая модель аида это то как люди реагируют на что-то причем не обязательно на на товар или на услуги а друг на друга например сначала люди про нас ничего не знают мы должны аида расшифровывать вот здесь у меня показано вот это вот аида расшифровывается опять же от английский букв сокращение четыре буквы сначала мы должны вызвать осведомленность чтобы нас вообще увидели так обратить внимание если мы говорим про рекламу например если это щит то мы должны сделать таким образом чтобы человек повернул голову в нашу сторону мы это можем делать красивой картинкой звуком цветом запахом чем угодно то есть просто чтобы посмотрел если мы говорим про интернет продвижение то как-то стимулировать таким образом чтобы он захотел нас открыть посмотреть ли стонуть или что-то сделать интерес вызвать то есть не интерес а ой а что это давай что происходит дальше мы должны вызвать интерес это а ну-ка ну-ка о чем ты там рассказываешь а что ты такое там даешь дальше активное желание ну например слушай классная вещь чё надо перейти на сайт да надо и дальше действие что мы от них хотим мы хотим покупку мы хотим регистрацию мы хотим скачивание то есть опять же действие может быть разным и они идут друг за другом как это вы почему называется воронкой то есть почему вообще аида это не про воронку а воронку просто потом привязали потому что это на похоже визуально на вот эту историю то есть что это значит что например на старте нас увидела то есть повернула голову в нашу сторону например 100 человек а при помощи рекламы при помощи вот тех инструментов которые мы сейчас перечисляли стимулирование сбыта неважно грим акция акция да что то еще вот нас увидела 100 человек вообще обратила внимание заинтересовалась о чем речь меньше но так всегда бывает ну например там 70 дальше захотели почитать углубиться и воспользоваться например 40 из этих 40 дошли до кнопки купить до кнопки скачивания вообще 20 то есть получается конверсия очень достаточно 20 процентов неплохая коммерсия а то есть обычно надо 10 но тем не менее суть понятна то есть мы идем таким образом если здесь ситуация с b2c то есть опять же если мы работаем с конечным потребителем с правительством или с бизнесом воронки выглядят по-разному данном случае это про битуси история нам нужно понимать вот понимать вот эту систему и работать опять же с ними сразу скажу я хотела позже но скажу сразу можно двумя направлениями какими то есть как можно увеличить конверсию конверсии это соотношение верхнего к нижнему нижнего к верхнему в итоге сколько дошло до сколько вошло как мы можем улучшить вот этот показатель за счет чего два по сути направлений есть упрощение движения вот как ну что мне делать я хочу чтобы у меня вот у меня есть сайт и хорошо у меня есть приложение я хочу чтобы у меня скачивала 500 человек день чтобы было видно хорошо что глаз это содержание это да а да это один из вот это второе направление а если чтобы на начальном этапе было сложнее короче два направления как всегда экстенсивная интенсивная экстенсивная мы можем увеличить конверсию вот выход вот этот вот за счет чего то что мы пригоняем больше людей то есть чем больше начала тем но статистически будет больше конец а то есть вот не работая как предлагают да то есть ничего не изменяя с контентным содержанием с удобством с юзабилити а просто за счет того что вы тупо нагнали больше людей за счет таргета за счет там каких-то предложений за счет чего-то экстенсивное развитие но не очень хорошее потому что она опять же требует больших ресурсов требует времени и по сути не дает потребитель ничего никакого понимания а если мы работаем с теми кто есть но работаем в глубине то есть имеется ввиду мы даем более понимание там опять же удобный сайт понимание ценностного предложения понятно где расположена кнопка не нужно сто пятьсот делать например как попасть на эту лекцию лидер айди молодец но там такой квестовый ад нужно пройти до вселенной проходили то есть там указать все вплоть до групп крови мамы то есть вот для многих это будет стопом то есть а ну еще это все регистрироваться да причем это будет прям самом конце то есть ты захотел заинтересовался пришел а тебе говорят а заполни вот эту вот анкету на сто пятьсот вопросов спасибо я пойду дальше где у кого проще или вот это вот мое любимое кстати про блогеров это тоже может быть история у вас может быть паблик а но он работает также скажем вы делать какое-то приложение или вконтакте вы выложили цену все хорошо выложили цену сказала у нас как любят делать то есть например есть хороший есть хорошая страница с хорошим контентом потребитель хочет потребитель интересуется но там нет чего обычно необычно а очень часто что не указывается цена расчет на что расчет на то что люди будут обращаться обращение и все прочее увеличивает видимость вот этого вашего паблика в выдаче они хотят просто за счет ну как бы обмануть алгоритм для того чтобы показываться у больших людей то есть за счет опять же расширение вот этой воронки но если подумать многие люди хотят спрашивать а сколько ты стоишь написал в личку это мне должно быть очень надо чтобы я вот на это все подписалось мне проще найти да ну и второй момент а почему так люди делают потому что они хотят но скажем не говорить конкурентам потому что если я например анализирую конкурентов я начинаю смотреть конкурентов и записывать что по какой цене они например продают писать каждому в личку это долго я просто их отсеиваю и не буду этого делать например но если мне прям очень надо я же тоже могу им написать как конкурент но под видом меры покупателя очень это очень странная история но опять же это делается для того чтобы загнать больше опять же вот в эту вот верхнюю часть воронки лучше так не делать лучше работать опять же с содержанием с тем что внутри, чтобы потребитель было понятно, что вы, где вы, как вас заказать, какие риски, как с доставкой, как с возвратами. Все просто, четко, понятно. Это здесь примерный приведен расчет, как можно посчитать конверсию. Далее, чем отличается от B2B? Вот напоминаю, у нас здесь B2C, сколько пришло на сайт, сколько в итоге заплатили, сложили в корзину и оплатили. Здесь у нас немножечко все по-другому, потому что в B2B мы часто работаем, опять же, через прямой маркетинг, то есть это не просто мы выложили рекламу в интернете, к нам все прибежали, мы работаем с конкретными людьми, с конкретными нашими будущими, ну, скажем, коллегами, да. То есть у нас есть, например, мы продаем приложения, у нас есть, например, 10, то есть если в случае с B2C у нас воронка практически не ограничена, то есть у нас там могут вообще все наши покупатели, их могут быть миллионы, то если рынок B2B, то там количество наших клиентов гораздо меньше. И, соответственно, на каждой этапе воронки мы должны работать активнее и посвящать этому больше времени. То есть у нас нет за счет чего экстенсивно расширять воронку. Ну, например, мы делаем что-то для, не знаю, оборонной промышленности, и у нас могут нашу разработку купить два завода в России. У нас не будет их больше. У нас за границей, например, санкции, у нас всего вот эти вот два завода, это вверх воронки. Нам нужно, чтобы хотя бы один согласился. Это значит, что на каждом этапе, вот там, где менеджер дозвонился и все прочее, нужно очень много сил тратить. То есть, опять же, как вызвать заинтересованность, как проводить встречу. Первая встреча не прошла, значит, вторая встреча будет в ресторане. В ресторане мы не договорились, значит, мы идем все в баню или что-то еще. То есть B2B – это вот прямо общение очень тесное с каждым конкретным клиентом. И если мы говорим B2G, наверное, все-таки мало у нас будет стартапов с заморочкой с государством, бизнес-тюгавными, то здесь у нас история про то, что мы работаем с правительством через тендеры. То есть тут, опять же, своя воронка получается, и выглядит она следующим образом. То есть и на каждом этапе мы, в принципе, можем также влиять. Но здесь экстенсивно тоже возможно, потому что тендеров проводится много, и мы можем за счет подачи заявок в огромное количество разных тендеров, мы можем что-то для себя выжать. Про методы работы я сказала – экстенсивный, интенсивный. Да, экстенсивный – нагонять больше вверх, интенсивный – работать с теми, кто у нас уже есть. И в трех словах про сколько тратить денег и как посчитать эффективность того, что вы делаете в плане продвижения. Условно есть… То есть сколько денег? Миллион, 2 миллиона, 100 рублей. Как определить? Первый – часто очень используемый. Сколько есть? Ну вот сколько? Вот вы можете, например, взять в кредит или сколько вы можете попросить у мамы, условно, да? Например, это будет какая-то сумма. Вот вы ее берете и тратите на продвижение. То есть просто вот от балды сколько есть. Второе – доля от продаж. Ну, например, это может… Ну, в вашем случае у вас продаж нет никаких, поэтому мы его не пользуем. Но, в принципе, такое бывает, когда в прошлом году, например, мы продали на 100 рублей, и мы берем какой-то процент от этой суммы, и это будет наш бюджет на продвижение на следующий период. Плохо в том, что у нас, например, может быть ситуация, что у нас продажи падают, и по идее мы должны увеличивать затраты на продвижение. А так как они у нас привязаны к прибыли и к продажам, то получается, наоборот, мы их уменьшаем. То есть нелогично, неправильно. Но он очень простой, поэтому также используется. Второй – это когда мы берем, сколько мы тратили в прошлом году и прибавляем какой-то процент. Опять же, процент абсолютно рандомный. В принципе, можем, опять же, подсмотреть у конкурентов, сколько они делают, и сделать примерно то же самое. Паритет с конкурентами – это мы ищем, сколько они тратят, и делаем так же. То есть там мы процент подгоняли, а тут мы вообще всю сумму подгоняем. Последний, самый нормальный вариант, самый адекватный, самый оптимальный, когда мы сначала ставим цели и задачи, а потом уже под это планируем методы, и потом после этого планируем деньги. Ну, например, если в первом случае вообще просто, вот у меня есть 5 рублей, я буду 5 рублей тратить на продвижение. А в последнем случае – это когда, чего я хочу добиться. Ну, например, выйти на рынок Татарстана с нашим приложением и добиться там такого количества скачиваний. Или я хочу увеличить узнаваемость своего бренда. Для начала лучше, наверное, про это говорить. То есть меня сейчас никто не знает, я ноль, а я хочу, чтобы через полгода меня называли, например, 10%. То есть это цели. Дальше. Задачи, которые я должна решить. Ну, например, вот ваша цель стоит, например, до конца года 100 тысяч скачиваний, например. Что я должна для этого сделать? Первое я должна сделать сайт, второе я должна сделать вот это, третье я должна повысить узнаваемость, третье, там, четвертое, пятое и так далее. Дальше я беру каждую цель и думаю, какими методами и сколько это мне обойдется. Логика, понятно? Вот это самый лучший вариант, чем, например, все, что было озвучено выше. Как посчитать, насколько эффективно вы вообще свое продвижение осуществляли? Каждый инструмент оценивается отдельно. То есть если мы говорим про раздачу листовок, это будет свое. Ну, например, если вы раздали 5 тысяч листовок, вы же говорите, как, вот приходите с этой листовкой, вам будет скидка, например. И вы по количеству возвратов этих листовок оцениваете эффективность. Ну, например, вы раздали 10 тысяч, к вам пришло обратно 5 тысяч. Вы читаете из этого сумму. То есть эффективность у вас получается 50%. Это очень высокое на самом деле. Или по затратам. До момента акции вы продавали на 100 рублей, акция вам обошлась в 20 рублей, и сейчас вы продаете на 300. От 300 отнимаем 100 и 20. Получаем, что эффективность нашей акции 170 рублей. 180, 170. То есть каждый отдельный инструмент, в принципе, считается отдельно. Но если мы говорим про общее, то... У меня потерялся этот слайд. Самый популярный, но не самый хороший, когда мы сравниваем до и после. То есть вот до у нас было столько, сейчас у нас вот столько. Ура, мы молодцы. Мы считаем, что вот этого результата мы добились за счет продвижения. Но почему это плохой метод? Могла повлиять. Еще что могло... Вот, например, на старте у нас 0, мы провели какие-то стимулирующие акции, и на выходе у нас, например, через 2 недели продажи выросли на 20%. Мы говорим, что эффективность у нас 20%. Мы правы в этом? Ну, так мы акцию и оцениваем. За счет чего мог возникнуть такой рост? Только из-за акции или еще за чего-то? Сезонность, например, дождь пошел, и люди стали покупать наши зонтики, я условно говорю. То есть мы могли вообще не шевелиться в плане продвижения, и результат был бы тот же. Или, не знаю, зарплату людям выдали. То же самое, мы могли вообще ничего не продвигать, а результат был бы тот же. То есть это плохой метод, но он используется очень часто. Продажи до, после. То есть вот то, что просто сравнить. Это первый метод. Второй метод – это когда мы берем два рынка. В вашем случае, опять же, он сложно используется. На одном что-то делаем, например, по направлению продвижения во втором ничего не делаем. Замеряем до и после там, до и после там. И смотрим, если результаты примерно одинаковые, значит, эффект был не от акции, не от продвижения нашего, а что-то другое сработало. Если же мы видим, что, например, на тестируемом рынке очень сильно выросли продажи или что-то еще, там, где мы проводили акцию по сравнению с контрольным, то мы делаем вывод, что мы молодцы и действительно все это здорово. Но это нужно иметь два рынка, два магазина. Или в случае, например, когда вы хотите посмотреть, не знаю, там, кто вас больше скачивает, Android или iOS. То есть тоже можно посмотреть. Для iOS вы что-то делаете, для Android не делаете. Можете посмотреть, вообще это как-то влияет то, что вы делаете. Или не влияет. На айфонщиков это больше влияет. Или на, как это назвать, в общем, вот других. Ну, продвижение, оно все равно будет уже разное. И время уже другое. Вы уже ушли, вы уже не в той воде. А, да, параллельно с собой. Да, 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 супер. Да, это можно делать. Действительно, то есть если мы видим, что и у нас, и у них выросло, они ничего не делали, а мы делали. Но это не ваша заслуга. Это просто что-то, вот какой-то фактор выстрелил, который не в вашей компетенции. Последний, самый, опять же, адекватный метод, это когда вы в предыдущем варианте, вы, исходя из целей задач, формулировали бюджет, а здесь, когда вы оцениваете, исходя из поставленных целей задач. Ну, например, вы запланировали 10 тысяч скачиваний, провели мероприятие. Есть 10 тысяч скачиваний? Если нет, думаем, где косячили. Причем косячить мы могли еще на старте. Почему мы 10 тысяч решили скачиванием? Ну, вот так? Часто, ну, вот так. А может быть, это вообще недостижимо? Может быть, нужно было какие-то более реальные цели ставить? Ну, не знаю, 2 тысяч скачиваний для раза, например, для месяца. Вообще прекрасно. То есть мы либо корректируем планы на будущее, либо мы думаем, в каком моменте мы сделали что не то. Либо это было мы не то показали, либо не тем показали, либо не в то время, либо не так, либо что-то еще. То есть мы же немного чего делаем, нам проще анализировать. Но нужно проанализировать и в следующий раз уже этого не делать или сделать это, например, больше, чем нужно было. У меня все? Вопросы? Спасибо большое. У меня один вопрос есть. Наталья Валерьевна, скажите, пожалуйста, вот когда вы говорили про инструменты продвижения, много было интересных инструментов. Как вы относитесь к такому инструменту продвижения, как манипуляции? По сути, это все манипуляция. Вот когда я говорила про то, что должно быть... Сейчас, где оно у меня... То, что должно быть использоваться эмоции и все прочее, это, по сути, и есть голая манипуляция. Это манипуляция. Что вообще у нас такое манипуляция? Это когда мы заставляем другого делать то, что мы хотим. Вот вы мне сейчас задаете вопрос, вы мной манипулируете, меня заставляете отвечать. Вот, не знаю, я захожу в дверь автобуса, я манипулирую автобусом, я заставляю его держать двери открытыми. Манипуляция наша сопровождает нас всю жизнь. Но все-таки манипуляция отличается от побуждения тем, что это скрытое... Нет, не всегда. Манипуляция ты можешь понимать, ты можешь осознавать. Ну, например, я прекрасно понимаю, что мной манипулируют в магазине, что классная упаковка, я на нее ведусь. Я понимаю эту манипуляцию. Это правда, но цель сделать это незаметно. Или у вас другое определение? Нет, манипуляция это не всегда незаметно. Она бывает осознанная, бывает неосознанная. В маркетинге это осознанная манипуляция. А если я, например, хочу шубу и мужу плачу, мне все плохо, это неосознанная манипуляция. Мне просто плохо без шубы. Мне плохо. А если я это все делаю целенаправленно, так, сейчас муж придет, я его накормлю борщом, а потом я буду реветь. Это осознанная манипуляция. Спасибо. Но выглядеть они могут одинаково. Понятно. Спасибо. Еще вопросы? Презентацию, насколько я понимаю, можно будет скачать здесь же, на лидер.ид, внизу, по-моему, встречи. Если будут вопросы, опять же, задаю. Не здесь, а обычно мы размещаем на нашем Google Диске. На Google Диске. А, ну, значит, будет рассылка, или вам скажут, где это брать. Нет, Google Диск, у кого есть... У кого есть, да, секретный код, тот получит презу. Всем спасибо. Удачи. Спасибо огромное. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.